Стать участниками городского отборочного тура всероссийского конкурса решили около 10 сочинских швей. Это мастера городских ателье и даже просто любители. Екатерина Казы-Дуб, например, новым хобби занялась недавно. Два месяца назад решила пройти обучение в школе дома моды. Ведь, чтобы воплощать свои дизайнерские идеи, нужно хорошо знать технологию пошива. Я пришла, чтобы получить опыт, пообщаться с единомышленниками и просто познакомиться поближе с данной эстезой. У меня есть двое детей, и я с удовольствием уже практикую для своей маленькой дочки, шив для нее платья. Я вообще хочу узнать, с чего начался костюм, базовое построение всего. И после этого я смогу творить на более высоком уровне. После приветственных и напутственных слов жюри, в состав которого входят представители модельного агентства Института моды, бизнеса и права и известные кутюрье, участницы конкурса принялись творить. На изготовление летнего платья-халата дается 4 часа. Каждой швее необходимо не только качественно выполнить конструирование, раскройку и прострочить изделие, но и ответить на теоретические вопросы. Есть специальные критерии оценки, у нас есть профессиональные жюри, которые будут оценивать по баллам выполнение работ. Главное в этом – это технологии исполнения изделия и время, за которое они выполнят изделие. Победители конкурса городского поедут в край на соревнования, а победитель краевого конкурса вернется сюда и будет в мае участвовать во всероссийском конкурсе. Кому из партнер удалось быстрее и качественнее выполнить задание, станет известно завтра. Тогда же в ходе конкурса «Стиль Сочи» свои изделия членам жюри продемонстрируют и молодые дизайнеры. Они поборются за звание лучших в номинациях «Кэжуал», «Креатив» и «Этна-стиль». Победители получат возможность участвовать в международных конкурсах и показах. А финальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства пройдет с 27 по 29 мая в Сочи. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.